Девочка-пай 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 Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцель О чем же сегодня говорят женщины? Пятница, тринадцатая И Наталья Генцель Ой, как только их не называют МНСП, бизнесвумен, деловые женщины и так далее И просто стервы Друзья, как считаете вы, почему сейчас так много бизнес-леди? В чем причина? В силе женщин или все-таки в слабости мужчин? Давайте обсудим это вместе по телефону 200 ровно 2519 Или пишите нам в WhatsApp 8938-165-107 Что об этом думаете вы? Ждем и мужчин, и женщин Нам нужны разные мнения Так кто же она такая, мантипированная женщина? Давайте составим ее портрет Ну, для меня это сильная, независимая женщина Которая может брать на себя ответственность Совершать разные смелые поступки Делать какие-то самостоятельные выводы То есть она может создать себя счастливую И вокруг себя создать вот это счастье То есть вот счастье вот в такой свободе То есть сама создать счастье Хочется прям продолжить портрет словами И коня на скаку остановит И в горящую избу войдет А что делать, если кони скачут и скачут А избы горят и горят И как-то не ново это звучит То есть эмансипированные женщины были всегда Вспомните Екатерину Великую Вот уж пример эмансипированной женщины Что-то как-то не очень Ну, не знаю А если сейчас привести пример Екатерина, какой вы видите Эмансипированной женщины Там, не знаю, платье одео Мне кажется, что вы знаете Если вот раньше сразу говоришь Эмансипированной женщиной Думаешь, подразумеваешь Екатерина Великая То сейчас легче Через одну Да, через одну просто, понимаете И главное Туда не плюнь В эмансипе попадешь Пусть не Екатерина, но Великая Однозначно Принцесса, королевна И все бесподобные Ну, как говорится Принцессы сейчас пошли на ничините Они уже четко знают И понимают, чего хотят от жизни А я считаю, что не всегда можешь По такой женщине Определить, что она прям Вот эмансипе Зачастую это бывают милые Но целеустремленные создания Которые для достижения цели Может, танкам вас и не переедут Но слегка каточкам так заденут Одной моей знакомой На группе сделали Такой комплимент В кавычках Она две недели отходила Ей сказали, что Ты нежный ледокол Она две недели переваривала Эту информацию Да, танк в цветах Ледокол Как угодно можно назвать Цветущий тактус Цветущий тактус Как угодно можно назвать Эту целеустремленную Женскую натуру Но звучит всяко устрашающе Устрашающе? Ну, как бы, я не знаю Вот с ледоколом хотелось бы Столкнуться Может, он внешне очень красивый С такой стороны Если ты лед То ты, может быть, шрешь ледокол Который придет Сломает Обязательно позже поговорим об этом Вот этот лед О ледоколе О ледоколе Я хочу вам сказать Что я, например, за За свободу женщин И за эмансипацию Но очень тернист этот путь И вот почему, мне кажется Потому что Все-таки, как ни крути Вот это патриархальное общество Оно всегда будет против Она будет сопротивляться И мужьям И семье И друзьям Им всем удобно Чтобы женщина была Вот такая, как она есть Чтобы она не вырывалась Из вот этого Своего привычного Смотри, дома, под присмотром Хозяюшка, фарточки Вот всем так удобно И вырваться отсюда Очень трудно Потому что при этом Ты вроде бы идешь Наперекор своей семье Своим родителям Наперекор, может быть, даже самой себе Я думаю, что наперекор Вот этим стереотипам Которые закладывают в женщину И невольно Ты обижаешь Вот этих своих близких людей Сувства вины возникает Хотя по-настоящему Вот искренне любящие люди Мне кажется Твоим успехом должны порадоваться Если это для тебя успехи Но, может быть, они Воспринимают это Как твой успех Но для себя Они в чем-то Остаются обделены Когда ты вот так вырвалась На свободу Ой, Наташа Такую глубокую тему Ты затронула Действительно Друзья Это те Кто радуется Твоим успехом Как говорится В горе и в радости А иногда Успех близкого человека Это страх От того Что он тебя потом Такой успешный кинет Зазнается И будешь ты такой Брошенный Бедненький И несчастненький И вот эти страхи Заставляют возвращать Родственников Женщину Так сказать В привычное лоно Нечего вот этого Эмансипироваться Сиди дома На кухне И не высовывайся Мне кажется Это мужской эгоизм Во-первых Потому что так удобнее Мужчина не переживает Вот она Женщина дома Готовит борщи Жарит котлеты Да Всю ее эмансипацию Они воспринимают Как блажь какую-то Друзья мои Есть совершенно другой Новый сорт мужчин Они только выросли Взошли Но уже пустили Мощные побеги Это те самые мужчины Которые жаждут Жаждут Подчиняться Преподать К финансовым ресурсам Женщины Которые жаждут Наслаждаться И отводят женщины Наиважнейшее место В своей жизни Мы еще об этом Подробнее обязательно поговорим Вы знаете девочки Пыталась найти статистику Что я только не вбивала В поисковик Стало ли в современном мире Больше эмансипированных Женщин Если больше То на сколько Не нашла никакой статистики Честно сказать Но вы знаете Просто стояла в пробке И посмотрела по сторонам Вот как Я увидела Самый верный способ За рулем За ним За ним В костюмах Женщины Вокруг Пять машин Вокруг Полная Друга Степс Какая прелесть Прекрасно Прекрасный способ Воспользуюсь Когда не найдут Статистики Правда Да Просто посмотри по сторонам Я так рада Все вы едете И только одна я Иду пешком Наталья Порядочная женщина Скромно идет пешком Вот смотри Видишь статистика подводит Увидишь Наталью Идущую пешком И подумаешь Вот она Не такая Зато какую Наталью Приглядишься Приглядишься Вообще Хотела спросить Девочки Вот что для вас Вот это слово Эмансипация И одно ли тоже Эмансипация И феминизм Вот как вы думаете Ага А я подготовилась Эмансипация Дословно переводится Как избавление От чьей-то опеки Как бы вот Свобода Эмансипация То есть это Освобождение От опеки Да из-под чего-то влияния Выход на свободу Признание дееспособности А феминизм Так Это 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 прямо политическая Дунова Политическая Политическая окраска Это уже Движение За женские права За политические права И феминизм Это то что Против мужчин Чаще всего То есть Эмансипация Это просто Просто самостоятельная женщина Но Эта женщина любит Мужчина Да И не отрицает Пустила побеги Из-под мужчины Точно А политическая Она значит Пустила побеги И выкорчевала Так сказать Растущий рядом Побег Мужчины Да Как говорил Жванецкий Вот днем Женское влияние В стране В стране Меньше ощущается Чем ночью Да Дорогие радиослушатели Без вас Мы просто Пропадем Пропадем Звоните Рассказывайте нам Что же такое Феминизм Эмансипация В вашей жизни Потому что Просто Статистика Которая Сопровождает нас На дорогах С ума сводит Страстики Друзья Помогите нам 200 ровно 2519 Мы сейчас Прервемся на несколько минут Послушаем песню И вернемся в нашу студию А я иду такая вся Вдоль Чигабана А я иду такая вся На сердце рано Слезы душат Душат Я плену обмана Но иду такая вся Вдоль Чигабана Ла-ла-ла Уа-уа Ла-ла-ла Ла-ла-ла Уа-уа Ла-ла-ла Мне уже восемнадцать В паспорт страшно смотреть Он сказал Я красивее Всех на планете Почему ночью злой Не смогла сказать нет Дайте мне вина О, а ну Дайте шпачку сигарет Почему были вместе Ты мне объясни У нее в Киевстар У меня ЮМСи Что такое любовь Кто откроет секрет Дайте мне вина Уа-уа Ну дайте шпачку сигарет А я иду такая вся Вдоль Чигабана Я иду такая вся На сердце рано Слезы душат Душат Голос мой Простужен Я иду такая вся Он мне не нужен Я иду такая вся Вдоль Чигабана Я иду такая вся На сердце рано Слезы душат Душат Я плену Обмана Но иду такая вся Вдоль Чигабана А он пустая надежда Сирене букет Может быть я наивнее Всех на планете Ведь любви всегда да Так не хочется нет Дайте мне вина Уа-уа Ну дайте шпачку сигарет Не звонит и не пищит Тысячи лет Он сидит в одноклассниках Целыми днями Вы будете кофе? Конечно же нет Дайте мне вина Уа-уа Ну дайте шпачку сигарет А я иду такая вся Вдоль Чигабана Я иду такая вся На сердце рано На слезы душат Душат Голос мой Простужен Я иду такая вся Он мне не нужен Я иду такая вся Вдоль Чигабана Я иду такая вся На сердце рано Слезы душат Душат Я плену Обмана Но иду такая вся Вдоль Чигабана На-на-на-на-на На-на-на-на Вдоль Чигабана На-на-на-на Вдоль Чигабана А я иду такая вся Вдоль Чигабана Я иду такая вся На сердце рано Слезы душат Душат Голос мой Простужен, я иду такая вся А я иду такая вся В дочери габбана Я иду такая вся На сердце рано Слезы душат, душат Голос мой простужен Я иду такая вся Он мне не нужен Я иду такая вся В дочери габбана Я иду такая вся На сердце рано Злёзы тушат, тушат, я в плену обмана, но идут такая вся вдоль Чигабана. Как вы относитесь к таким, так сказать, королевам? Номер прямого эфира 200 ровно 2519. Или напишите нам в WhatsApp 893-8165-107. Да, я хочу сказать, что вот я ещё не слышала мужского мнения сегодня, но мне кажется, что мужчинам не нужны королевы, им нужны просто женщины. Хотя я, может быть, ошибаюсь. Было бы действительно интересно узнать. Было бы интересно. Вот такая королева, да, вот такая. Вот привлекательная для мужчины. А, кстати говоря, да, действительно, девочки, очень много таких историй, когда женщина настолько следит за собой, она такая ухоженная, она очень красивая. Вот прям вот действительно только корону на голове нужно ещё корону надеть, и прям вот королева. И зачастую одна. Что вот они, мужчины, боятся подойти к таким женщинам? И вообще вот, если женщина сильная, самостоятельная, хорошо зарабатывает, нужен ли ей вообще тогда мужчина? Какой мужчина может быть рядом с ней? Ну, вот здесь, кстати, не помню, рассказывала ли я в какой-то из программ или нет, про чашку кофе на брюки. Рассказывала, нет? Нет. Замечательный эксперимент американцы поставили в своё время, да? Ну, вот представьте себе, по телевизору показывают молодого человека. Он хорош собой, красив, безупречен. На нём дорогой костюм итальянский. Он прекрасно поёт, у него чудесный голос, оперный певец, творческие планы. У него расписан концертный график на несколько лет вперёд. Деньги, у него нет проблем с деньгами. В личной жизни тоже всё хорошо. Хорошо. Внимание, вопрос. Чувства радиослушателей, телезрителей. Злой, зависть, ненависть, мерзавец. Наверняка папа купил ему, наверняка поёт он гаденько и плохо. Именно поэтому так тяжело приходилось многим детям известных людей пробиваться, потому что народ прям подозревал какую-то червоточинку в этом прекрасном облике. И вот представьте себе, что этому ослепительному молодому человеку вдруг официантка подаёт чашку кофе. И он делает такой небрежный жест рукой и случайно проливает это кофе себе на брюки. Вот так ему и надо. Наталья, вы сейчас очень шаблонно отреагировали, я вам хочу сказать. Вот так вот думают все, да, все телезрители. Я просто угадала. Так думают, так и будет. А вот дальше, дальше главное, как он отреагирует. Первое, реакция номер один. Он смеётся вместе с остальными, говорит, я такой неряха. Всё, в него влюблены все. Потому что каждый человек смотрит и думает, боже мой, такой же дурашка, как я. И ведь пробился. Значит, я могу. Тоже могу, да. Значит, и я могу. Да, и поэнтов, любимец народных сказок, Иванушка-дурачок, а не Иванушка-умничок какой-то, понимаете? А Иванушка-умничок, как правило, знайка. Это второстепенный герой. Вот не знайку любят, Иванушку-дурачка любят. Есть с кем соединить себя, есть с кем идентифицироваться, есть кого полюбить, и есть, так сказать, на что надеяться. Он смог, и я смогу. Дурачок справился, я-то умный человек, и подавно справлюсь с этой задачей. Другое дело, конечно, если этот Иванушка-умничок начинает реагировать по-дурацки на перевёрнутый кофе. И он, например, начинает как-то чехвостить официантку, высокомерно к ней относиться. Вот здесь всё, дело пропало. Народ смеётся над ним и говорит, фу, ну правда, мерзавец, ну правда, ну толку, что костюмчик надел. А человечек-то пакостный. И народной любви так ему не добыть. Отсюда мораль. Первое. Идеальное нас отталкивает. Мы боимся идеальной внешности. Идеальная девушка, идеальный молодой человек пугают нас. Своей идеальностью. Да, мы подозреваем, что значит, там такое червячище спрятан. Что просто это какой-то ужас, червяк настоящий. То есть действительно мужчины боятся вот таких женщин, сильно красивых. Потому что они смотрят на такую женщину и думают, точно корыстная. Вот идёт она, красивая, а они в рассыпную от неё. Можно? И она думает, почему я себе расскажу? Да, они думают, коварная, стерва, ещё и небось нехозяйственная. Нарядилась, а дома небось она не раз по кухне бегает. Я вот сильно хочу рассказать, как обычно, личный пример. Вот просто из личного опыта. Ну, в юности, как бы в силу девичьего максимализма, я считала, что женская эмансипация – это хорошо, это правильно. Ну, теперь я слегка другими глазами на это дело смотрю. Конечно, очень хорошо, что мы вот такой милый, ранимый, слабый пол можем всё. Мы можем там быть директорами, депутатами, учёными, кем угодно. Какая-то хитрость. Ты сказала, слабый пол. Ну, преград нашему уму и великим планам. Мы можем всё, если захотим. Ну, вот что касается личной жизни, да, как там у Райкина было. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Есть такие люди, которые плохо, когда другому хорошо. Вот у меня тоже была такая подруга, которой было плохо, пока мне было хорошо, да, и я не замужем. Вот она говорила, Генцель, ну кто на тебя обратит внимание, когда ты идёшь по улице, а на лбу у тебя надпись «Мне никто не нужен». Я задумалась, правда. Вот я так иду, вот мне всё интересно, кроме мужчин, которые идут мне навстречу. Я как-то вот так сама в себе звезда. Вот так и хожу до сих пор. Сама достаточно. До сих пор так хожу. Мужчины, ау, ау, а вот мы сейчас и посмотрим. Посмотрим. У нас есть телефонный звонок. О, интересно. Это судьба. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ура, мужчина. Как вас зовут? Андрей. Очень приятно, Андрей. Да, вот вопрос у меня такой. Кто говорит, там тема, в теме звучит слово «эмансипация». Как-то, по-моему, затянулся разговор про эмансипацию. Она же вообще прошла, ну, после 17-го года, 1917-го. Какой ещё эмансипации, Вич? Смотрите, мы сейчас говорим больше о бизнес-леди, о вот этих вот современных сильных женщинах. Мы и сказали, конечно, как только их не называют, и эмансипей, и бизнес-вумен, бизнес-леди и так далее. Вот эти самостоятельные женщины. Скажите, Андрей, вот вас такая девушка, например, не отталкивает слишком идеальная в красивом платье, на шпильке? С деньгами. С красными губами, с деньгами, самодостаточная. Вот будет у вас желание подойти к ней и познакомиться? Не путай Андрея красными губами. С деньгами, на шпильке, да, Андрей. Сейчас он может сбиться. Андрей, вы забыли про губы, отвечайте. Я просто... Дело в том, что для меня вот этот образ, который вы описываете, ну, мало знакомый. Я не могу сказать, чтобы там много общался, там, где много деловых женщин, поэтому, не знаю, больше такой киношный образ. В принципе, я не вижу каких-то проблем в том, чтобы образовать пару с деловой женщиной. Если просто она может быть, ну, как бы, подходящей или неподходящей, так же, как и другая. Так же, как и женщина, которая не занимается бизнесом. Отличное, отличное мнение. Как же бизнес-гуман тоже человек. Конечно. Это здорово. Это хорошо. А в чем для вас наиболее важно, чтобы она подходила? Какие критерии тогда важнее, чем им антипирована она или нет? Что важно, что на первом плане? Ну, знаете, много там когда-то думал, а потом прочитал у Литвака, есть такой в Ростове автор книг. Вот там, в принципе, по-моему, все просто. Три основных критерия. Физическая привлекательность, ну, друг для друга. То есть, там, то, что приятно друг друга обнимать, там, запах не отпугивает, все такое. Вот, общие гастрономические вкусы и соответствие жизненных планов. То есть, полно, получается, можно сказать, три уровня, там, такой, животно-человеческие и духовных. Животно-человеческие и духовные. В принципе, все. Спасибо большое, Андрей. Вот, действительно, то есть, вас такой образ не отпугивает, вы спокойно можете, опять же, общаться без каких-то там барьеров, и вопреки всем стереотипам. Ну, здорово. А еще достаточно человек, прекрасный. Да, да. Для меня вот, прям вот, уже, вот, рассуждения там про феминизм, там, говорят, там, в Америке, в США, там, в Канаде, они какие-то особо агрессивные. Ну, опять же, для меня это просто сообщение в прессе. Вот. Конечно, если там будет женщина там какая-нибудь фанатичная, которая насмотрелась там, ну, на Ютубе, например, видел некоторые, ролики женщин, которые себя называют феминистками, вот, ну, действительно, какой-то неадекват или тексты там какие-нибудь, там, ну, даже, вот, если, знаете, вот, иллюстрацию в учебных логике, иллюстрацию там ставить, типа того, что разберите на логические ошибки, ну, даже не стоит, там их слишком много будет. Ну, этих неадекватных женщин, Андрей, скажите, вы яичницу жарить умеете? Андрей? Ну, спрашивайте, вы еще спросите, пельмени варите? О пельмени варите? Или там умеете ли вы хлеб там отрезать? Да. Ну, есть для меня вообще не проблема. Мне кажется, что Андрей умеет все, судя по голосу. Андрей, да, мы за вас спокойны, за вас спокойны. Да, главное, вы знаете, что хотите. Осталось только спросить Андрей, а вы женаты? Нет. Спасибо, Андрей, я думаю, что, да, после того, что мы узнали, это скоро изменится. Счастья вам, спасибо за звонок. Друзья, 200, ровно 2519, также звоните в нашу студию или пишите нам в WhatsApp 8938-165-1007. У нас есть сообщение интересное, давайте его обязательно прочитаем. Итак, прежде всего, пишет нам Ольга, прежде всего, женщина должна работать только для себя. Никакие внешние факторы, мужчины, в скобочках, не должны влиять на их отношение к самореализации. У меня было такое дело, жила с мужчиной, полностью расслабленным во всем, в работе, в быту, и я старалась больше заниматься делом, ибо, находясь с таким человеком, можно спуститься до нижнего уровня, сложить руки и зачахнуть. Поэтому единственный выход – это движение вперед во благо себе. Сегодня мужчина есть, завтра нет, и ты останешься ни с чем. Надо заниматься своим саморазвитием для себя любимой. Зачем тогда женщина вот мертвой хваткой вцепляется вот в такую драгоценность? Вот этот тюфетчок, который лежит, ничего не делает. Зачем он нужен? Ой, какой вопрос интересный. Он такой особенно уникальный, да, его приятно показать людям. Очень много пар, когда действительно женщина зарабатывает, она зарабатывает больше мужчины, и однако, вот как ты говоришь, да, он лежит на диване, он ничего не делает. Он вежливый, он учтивый. Конечно. С ним приятно выйти, да, и все думают, наверное, прям, какая находка, подарок судьбы. Но она не разводится с ним. Вот зачем он ей? Вот почему? Может быть, она его любит? Ну, как все произойдет. Я хочу вам сказать. Хомоха там ответили. Нет, я знаю, я знаю почему. Вот многим женщинам нравятся такие, мне кажется, вот мужчины-подружки. Потому что, если муж такой вот деловой и серьезный, вот он наработался там, пришел домой, уткнулся там в компьютер и молчит вообще. Он наговорился и наобщался на работе, и ему уже хочется просто отдохнуть и помолчать. А ты приходишь домой, а у тебя там вот этот вот прекрасный мягкий тюфячок, который действительно способен посочувствовать, посопереживать. Выслушать себя. Приобнять себя, пожалеть, поласкать. Такой вот домашний психолог. Ну да, почему нет? Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Вопрос непростой, потому что, ну, как-то люди заводят животных, рыбок, они тоже не приносят в дом денег. Ну, какую-то радость дарят. Типа, отличное сравнение мужчин и рыбков. А если говорить, например, о мужчине, который в дом денег не приносит, то это может быть какая-то ситуация, ну, там, вот скажем, временная, да, а может быть постоянная ситуация. И мне приходится в работе сталкиваться и с тем, и с другим. И если это временная ситуация, то, ну, конечно, делать честь и поддерживать друг друга в семье, и заботиться, и всякое может быть. И взлеты, и падения есть у каждого. Для того и семья, чтобы друг другу помогать. Плохо, когда это переходит в паразитирование. Да, если это на постоянной основе. Если это на постоянной основе, если один человек просто откровенно, да, там, живет за счет другого человека, то возникает здесь вопрос. Первый. Что получает? Второй. И скажу по секрету, он точно что-то получает. А раз он на это идет, а что он может получать? Первое. Стабильность. Искусственное ощущение безопасности. Искусственное ощущение любви, заботы, спокойствия и внимания. Да, то есть, вообще весь наш мир – огромная иллюзия. И многие, да, покупают тебе, вот, получается, за деньги вот такое ощущение заботы, любви, спокойствия. Да, в одном флаконе ты получаешь сексуального партнера и друга, и почему нет? Потому что иметь человека равного или превосходящего тебя по заработку для женщины означает одновременно иметь стрессоустойчивость, потому что вокруг много хищниц, пираний, которые тоже хотят заполучить такого мужчину. И, соответственно, ты должна быть все время во всеоружии, выглядеть безупречно, вести себя прекрасно, да, все успевать. Не расслабишься. А вот с тюфячком можно немножко стать тюфячком и самой. Ну, другими словами, не внешне, а внутренне, да. То есть перестать участвовать в этой гугонке, и преследовать, и отнимать друг у друга вот этих вот, так сказать, альфа-самцов. Ну, вот как-то я. Ну, честно сказать, мне кажется, что вот такая вот женщина, привыкшая, не привыкшая подчиняться, да, она с альфа-самцом как-то, наверное, не уживется. Ну, вот мне кажется, что эмансипированная именно женщина, она даже агрессивная часто. Агрессивная, конечно. Вот она может сама как бы, да, многое сделать. И поэтому в обращении с мужчинами у неё проскальзывает пренебрежение, какой-то сарказм, какие-то такие вот шутки. И даже, ну, до обидного она может сказать, вот ты слабак, я всего добилась сама. Ну, это не мудро. Это вообще глупо, но такое есть. Женщина, которая действительно добилась сама, и почему она одинока? Потому что она так себя ведёт, что ей не подходит на лбу надпись «Мне никто не нужен». Королева. Ну, вот и всё. Друзья, мы продолжим обсуждать эту тему, прервёмся буквально на несколько минут, оставайтесь с нами. ФМ на Дону. Новости коротко. Около 30 новых троллейбусов закупят для Ростова. Они начнут курсировать по городу в 2019-м. Пара путешественника и изобретатели Стаганрога номинированы на географический Оскар. Игорь Скикевич может стать двукратным обладателем хрустального компаса. Фестиваль «Воспетая степь» развернётся в Орловском районе 21 апреля. В этом году он вошёл в топ-10 туристических событий. Выставка картин современного французского художника открылась в Ростове. Она проходит в рамках Дней франкофонии. Все тренировочные площадки, которые готовят к чемпионату мира, станут частью Академии ФК Ростов. Вопрос создания Академии сейчас прорабатывается местными властями. Подробнее слушайте в итоговом выпуске новостей в 18.50. ФМ на Дону. Реклама. Ваш двор самый безопасный или самый уютный? А может, самый спортивный? Возможно, вы с соседями хотели бы сделать его таким? Тогда этот конкурс для вас. Эстафета развития, гармонии и общности от компании «Эрго». При поддержке Минстроя России. Главный приз – 1 миллион рублей на развитие проекта благоустройства. Все подробности на сайте двор.эрго.ру. Регистрируйся. Выкладывай фото и видео с хэштегами своей номинации. Итоги 25 мая. Привет, сосед! Как жизнь? Привет. Совсем плохо. По кредитам просрочка. Платить нечем. Долг растет каждый день. Что делать – не знаю. Стоп. Хватит терпеть произвол. Единый центр защиты решит ваши проблемы по кредитам. Наши специалисты помогут остановить рост долга. Сократить или списать задолженность. Защитить интересы в суде. Звоните 204-03-03. 14 мая. Искусство переговоров с Александром Добровинским. Впервые в Ростове звездный адвокат раскроет все секреты ведения успешных переговоров. Заказ билетов по телефону 248-0099. И на кассир.ру. Категория 16+. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 25 Простовской области сообщает о проведении во всех налоговых инспекциях «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ, которые пройдут 23-24 апреля с 9.00 до 20.00. Телефон рекламной службы «ФМ на Дону» 201-79-00. Небольшие, пожелтевшие от времени, исписанные мелким почерком листочки. Они несли и бой потерь, и радость побед. Но главное, что живой. Письма с фронта. Если заветные треугольнички есть и в вашей семье, позвоните нам по телефону 201-79-00. Давайте прочитаем их вместе. Чтобы знать. Чтобы помнить. Категория 0+. ФМ на Дону. Война, 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 война. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок в окнячок, вкусно очень. ФМ на Дону. А все путем, так и живем. А все путем, 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 хорошо. Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцель. О чем же сегодня говорят женщины? А говорим мы сегодня о том, мы вообще стараемся разобраться, почему сейчас так много бизнес-леди. В чем причина? В силе мужчин или в слабости? Вот перепутали. Все перепутали. Все наоборот. В силе женщин или в слабости мужчин. А может быть наоборот. Может и наоборот. А может быть наоборот. Как писал один мой хороший знакомый. Мужчины обабились. Обабились. Я думаю, что с этим можно поспорить. И обязательно найдутся такие слушатели. Словно-то какое неприятное. Подожди. 200 ровно 25.19. Пусть наши слушатели услышат номер прямого эфира. Друзья, или пишите нам ватсап 893-8165-107. Действительно стараемся в этом разобраться. Потому что просто посмотрев по сторонам, можно увидеть очень много таких сильных деловых женщин, которые не хотят сидеть дома, которые хотят работать. Кстати говоря, действительно иногда это не зависит от того, сколько мужчина зарабатывает. Бывают очень обеспеченные мужчины, однако женщина говорит нет. Никаких мне фартуков, борщей и котлет. Я буду работать. Я буду учиться. Я буду повышать свой уровень знаний. И так далее. То есть иногда это еще и не зависит от уровня заработка мужчины. Девиз феминисток, знаете, один из девизов какой. Каждой феминистке по домработнице. Ну а как же иначе? Как она? На пользу тебе что-то надо? Что-то надо. Наталья, что-то надо. Наталья, а вы не представляете, сколько я разбиралась в истории эмансипации, феминизма и так далее. Ты нам об этом расскажешь после нашего звоночка. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Николаевна. Валентина Николаевна. Рада вас слышать. Я хочу защитить эмансипированных женщин, у которых мужья не подкаблучники, не слабые, ничего, а просто на своем месте. Так они выбрали свое кредо у них такое. Вот я, например, у меня свое дело дома, а муж готовит, убирает и все остальное. Ему это нравится. Он 30 лет проработал в институте проектном. Их разобрали бы на части, эти проектных институтов нет. Я его спросила, а если бы ты не работал в институте, что бы ты делал? Он говорит, господи, я бы тут дома бы с места на место перекладывал, убирал бы. Это ему нравится, понимаете? Ему нравится, и он другого не видит, чтобы меня покормить, убрать. И вот я действительно благодарна судьбе, что он мне попал замуж. Я сама не очень такая домохозяйка. Я люблю работать козерохой. Конечно, характер. Да, характер. И козерох не трудоголик, это мертвый козерох. Вы знаете это. Поэтому разные бывают судьбы. Мне так повезло. Может быть. Здорово, что вас это устраивает. Когда-то я, конечно, я в основном дома. У меня там по известным причинам всего 15 лет стажа. Но я дома, дома, дома. Но хочу сказать, когда он работал в институте, у меня тут подгорит, тут обожжился, тут это. Я вот все не успела, я хочу все, все. А когда он освободился, в смысле, поняли, в приятном смысле, то вот просто мне повезло. Спасибо, девочки, за внимание. Как хорошо вы беседуете. А я работаю. И вас целый день слушаю. Спасибо, Валентина Николаевна. Вы вот тот яркий, очень замечательный пример бизнес-бума. А, кстати, я хотела вам сказать, когда не надо, вот именно надо быть мудрой женщиной. Господи, и действительно, я от души всегда хвалю то, что он приготовит. Ну, хочу сказать, он приготовит, естественно, не то. Ну, я здоровый образ жизни, мне не надо ни жарить, ни паять. Мне сварил все вот так вот, не обжаривая. И прекрасно. И всегда надо хвалить мужей. И это ничего не стоит. Тысячу раз сказать спасибо. Конечно. Тысячу раз сказать спасибо. И что бы я без тебя делала, как бы я работала. И я всегда ему благодарна. Какие мудрые слова. Спасибо, Валентина Николаевна, за звоночек вам. Я вот вспомнила, буквально у меня год назад, наверное, был такой интересный разговор с моими подругами. Они сейчас живут уже в Москве. И мы пообщались на разные темы. И потом несколько, у меня две подруги сказали, ты знаешь, вот мы работаем, вот у нас мужья дома сидят. И так шепотом. Я говорю, почему ты говоришь об этом шепотом? Знаете, говорит, у нас все хорошо. У нас такая любовь, такая взаимная любовь. Я работаю. Муж меня поддерживает. Он сидит с детьми. Он действительно, как вот у Валентины Николаевны, супруг. Он приносит ей кофе в постель. Он ей готовит обеды, завтраки, ужины. И что самое интересное, ему это нравится. И ей это нравится. Они живут в такой гармонии, но вопреки всем стереотипам, они просто об этом не говорят. То есть они живут вот в этом своем маленьком месте. Исключение всегда подтверждает правило. А я хочу сказать, я, конечно, потрясена фразой, до сих пор не могу оправиться. Он не подкаблучник, он просто знает свое место. Мне кажется, у эмоципированных женщин может появиться новый девиз сейчас, прямо в этот момент. Нет, Валентина Николаевна мудрая женщина, действительно. Вот так я предлагаю ей отвечать. Нет, ну на ней ты имела в виду, мне кажется. Конечно, ну просто забавно прозвучала. Валентина Николаевна, вы молодец, мы за вас вообще, мы вас поддерживаем. Ну вот прозвучало забавно, конечно, просто знает свое место. Ну, я хочу сказать, почему нет. Вот эти стереотипы вообще в любом вопросе, они вечно все портят. Вечно все портят. Ну почему нет, если все все устраивает. В конце концов, все люди разные, все люди разные. Нет, но меня только один вопрос волнует, только один, только один вопрос волнует в этой всей ситуации. Если жена работает, а муж сидит дома, кто в декрете? Еще раз дай подумать. Подумай. Так, жена работает. А, жена работает, муж сидит дома. В декрет кто идет? Кто хочет, кто-то идет? Латалья, после вашего ответа легче не стало. Мне кажется, появилась больше вопросов еще. А давайте подумаем сейчас об этом. Давайте прервемся на музыкальную паузу, а потом вернемся. Он давно в меня влюблен Из тысячи имен Его на свете нет красивей Он мужчина эталон Его одеколон Меня волнует сильно-сильно Он и весел, и умен Почти что разведен У нас таких, как он Один на миллион Мой сказочный герой из фильма Отбивает Ольку Шпиль, как облачок Милый мой, ты только Снял бы пиджачок Эх, рубашка белая Галстук дорогой Я сегодня смелая Ты сегодня мой Разыгралась музычка На поле чудес Я танцую в блузочке А могу и без Груди загорелые Выпадают из Вот такой сюрприз Он мой беспокойный сон Мой колокольный звон Мой бог, мой черт Мой ангел Ада Он последний мой вагон Последний мой патрон Мой трон, мой крест Моя награда Он мой крик души Мой стон Мой смысл, мой резон И как мужчина он Хорош со всех сторон И у него IQ что надо Отбивает больку Шпиль как облучок Милый мой Ты только Снял бы пиджачок Эх, рубашка белая Галстук дорогой Я сегодня смелая Ты сегодня мой Разыгралась музычка На поле чудес Я танцую в блузочке А могу и без Груди загорелые Выпадают из Вот такой сюрприз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбивает больку Шпиль как облучок Милый мой Ты только Снял бы пиджачок Эх, рубашка белая Галстук дорогой Я сегодня смелая Ты сегодня мой Разыгралась музычка На поле чудес Я танцую в блузочке А могу и без Груди загорелые Выпадают из Вот такой сюрприз Друзья, мы вновь в студии По-прежнему с вами Марина Орлова Екатерина Трофимова И Наталья Генцель По-прежнему мы работаем В прямом эфире 200 ровно 2519 Можете звонить В нашу студию И рассказывать Своё мнение Нам очень интересно Знать Как вы считаете Почему сейчас Так много бизнес-леди В чём причина В силе женщин Или слабости мужчин Ура, я ничего не перепутала Или пишите нам Ватсап 8-9-3-8-165-107 Вот у нас был Интересный звонок Андрей нам звонил Отлично Я хочу ему Очень-очень возразить И немножко истории По этому вопросу Рассказать Тем более Он тебе возразить Уже не сможет А может быть Он ещё раз По счастью Андрей, звони Если что Я вообще считаю Что в любом споре Последнее слово Должно оставаться За мужчиной И вот это Последнее слово Должно звучать так Конечно, дорогая Согласны? Теперь я буду возражать Андрею Который сказал Что история эмансипации В 17-м году закончилась Всё Дальше ничего нет Ты не согласна? Я сейчас Нет, я категорически не согласна Попробую это доказать Копну Вглубь веков Когда Мужчина просто не мог Себе позволить Быть слабым Охота Рыбалка Что у них там было Войны Всё надо было защищать В общем, там понятно Мамонтов забыла Да, да Всё это притащить на себе В общем, всё Женщина Сидит у очага Во времена инквизиции Женщинам тоже было Вообще невозможно Рот открыть Потому что Чего-то для себя потребуешь И сразу на костёр Прямая дорога Правильно? Какой ужас Мировая женская эмансипация Инквизиция как регулятор Женского Женского Разговорчивости Да Мировая женская эмансипация Всё-таки Берёт свои истоки В 18-м веке Так Мне так кажется Есть со мной согласные люди После Великой Французской революции Тогда Франция из монархии Превратилась в республику Республику Свободных Равных в правах граждан Вот тут слабый пол И кинулся отвоёвывать себе права Создавая кружки И выражая свои протесты Ну, кружки по интересам По борьбе Выражали свои протесты А не путём облачения Мужские костюмы И вот именно этот факт Мужчин добил настолько Что они быстро Им запретили все кружки Все эти собрания Сборища и так далее Ну, женщины там Каким-то образом Продолжали бороться А костюмы-то остались Продолженных Это не остановило Не факт Что костюмы остались В общем, в 19-м веке К ним присоединились Ещё женщины Уже всей Европы Америка сюда прибавилась Соединённые Штаты И они продолжали бороться За избирательные И уже имущественные Какие-то права То есть Так круг их интересов Расширился На одной шестой части Суши Которая называется Россией Всё, как обычно Обстояло Несколько иначе Значит Первая женская Общественная организация Появилась Ещё в 1812 году Вот помните Там декабриисты Вот там и женщины Были Не жёны декабристов Другие женщины В юбкабрюках Она называлась Женским патриотическим Обществом Основным интересным Участниц Российского женского Движения Было достижение Ими экономической Самостоятельности То есть Не политические требования А именно Экономические Если заглянуть Прошлое То мы увидим Что наша женщина Была раньше Вот просто Дополнением к мужчине Очень ограничен Список её прав Девушкам Нельзя было Например Даже счёт в банке Открыть Вот она получила Приданное А распоряжаться Деньгами не может Только муж Там Брат Отец Кто-то И мужа Тотового Подбирали родители В общем катастрофа К концу 19 века В России На минуточку Было уже 5 женских Учебных заведений И даже Уезжали учиться В Европу Вот Среди 1200 Иностранных студенток Цюрихского университета 700 имели русский паспорт 700 русских женщин было В общем я сделала вывод Что отличие русских женщин От иностранных в том Что женщины России Всегда считали себя Помощницами мужчин И не собирались бороться с ними Никакого феминизма Вот мы не такие У нас запоздалые процессы И никакого феминизма А вот что было В России после Октябрьской революции На которой Андрей считает Закончилась эмансипация Я могу еще сказать? А мы обязательно об этом поговорим Сейчас прервемся на несколько минут Оставайтесь с нами А потом Угу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее подробно. Субтитры сделал DimaTorzok Далее подробно. 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 В студии Инна Билан. Здравствуйте. В самом большом зале огромный экран. Такого в городе нет. Семь вип-залов, а также детский зал с комнатой для утренников. А еще театральный зал для показа балетов и спектаклей. В новом кинокомплексе планируются показы авторского кино, образовательных и документальных фильмов. Билеты обещают сделать доступными для всех. А занять время между киносеансами помогут четыре ресторана и бар со сценой. Об этом корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал первый замгубернатора региона Виктор Гончаров. Это самое современное, что может быть не только в Европе, а, наверное, в мире. Построено по самым последним технологиям с использованием современных отделочных материалов. Очень качественный проект и качественное строительство. Я думаю, это будет украшением города Ростова на Дону. Украсив город, комплекс еще и даст ему 130 рабочих мест. До открытия осталось облицевать фасад здания и закончить внутреннюю отделку. Первый киносеанс планируют на 24 апреля. Южный IT-парк, организовавший Демо Дэй, в Ростове уже дал дорогу в жизнь более 50 стартапам. Свыше 100 находятся в разработке. Для их развития необходимы не только отличные идеи, но и инвесторы, которые дадут денег для реализации. Это, как правило, венчурные инвестиции. Или, говоря иначе, вкладывание денег с большим риском. Донские депутаты предлагают регулировать такие вложения, чтобы привлечь венчурных инвесторов в наш регион. Об этом корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал депутат ЗАГСобрания Ростовской области Александр Нечушкин. Что удивительно, мы проанализировали, нет практически единой законодательной базы, которая регулировала бы венчурное финансирование. Нам предстоит ее создавать. И уже с регионального уровня, я уверен, мы должны отправлять наши предложения в Москву на федеральный уровень. «Главное – найти симбиоз, который позволит сделать большой рывок и построить умную экономику», – добавил Александр Нечушкин. Встреча была организована еще и с тем, чтобы законодатели, напрямую пообщавшись с инвесторами и стартаперами, выявили основные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при внедрении проекта в жизнь. Власть региона поддержит сельхозпроизводителей. Всего на эти цели запланировано более полутора миллиарда рублей. Об этом студии ФН «Надону» рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик. Идет выдача льготных кредитов. Где-то около миллиарда заложено субсидий на возмещение по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Они, конечно, очень нужны селянам для пополнения оборотных средств. Больше всего, а именно 600 миллионов рублей, выделят на поддержку виноградарства, садоводства, рисоводства и элитного семеноводства. И еще 500 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. Около 350 миллионов рублей пойдет на гранты для начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, а также на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов. Также заложены субсидии на приобретение сельхозтехники, говорит Анатолий Кольчик. У нас заложено почти 244 миллиона рублей. Мы полностью их уже отдали сельхозтоваропроизводителям. Это позволило просубсидировать 105 комбайнов, 34 трактора и где-то больше 340 единиц другой сельхозтехники. Эти средства выделены из бюджета области в рамках губернаторской программы. К примеру, на Кубани такой поддержки нет. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка составил 61,43 рубля за доллар и 75,75 рубля за евро. Это были деловые новости на ФМН Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. Семь часов вечера на Дону. ФМН Дону. 100,7 в Ростове. 103,3 в Сальске. 101,7 в Целине. 101,5 в Красном Сулине. 106,3 в Волгодонске. 103,9 в Орловском районе. 103 в Тацинской. 105,2 в Матвеево-Курганском районе. 95 в Каменске-Шахтинском. 102 в Боковском районе. 107,9 в Морозовске. 103,1 в Семикаракорске. Обо всем самом сокровенном, о том, о чем мне принято говорить вслух, поговорим в ток-шоу 18+. Или о чем говорят женщины. Мужчинам слушать рекомендуется. Ну что ж, друзья, мы по-прежнему с вами, Марина Орлова. Екатерина Трофимова. И Наталья Генцель. Рады всем тем, кто к нам сейчас присоединился, потому что обсуждаем мы сегодня очень интересную тему. Но пытаемся разобраться, почему сейчас так много бизнес-леди, бизнес-вумен, эмансипе, как их только не называют, да по-русски говоря еще. Стербы говорят. Да. Просто нахалки. Да. В чем же причина? В силе женщин или слабости мужчин? Мужчины, как вы относитесь к таким королевам? Звоните нам по телефону 200 ровно 2519 или пишите нам в WhatsApp 8938 165 107. Ну и вы, женщины, говорите, звоните, пишите о том, как вы относитесь к этим подкаплучникам. Такие вы или не такие? Любите ли вы подкаплучников? Так, как любые, их могут. Звоните, в общем, и рассказывайте нам свои истории, ждем. Девочки, я очень-очень хочу закончить свою историческую справочку, которую я начала. А то только я начала возражать Андрею, как раз вот дошла до февральской, там, октябрьской революции. В общем, до 17-го года. В общем, после октябрьской уже революции большевики объявили нам, что все женские вопросы будут решены в ближайшее время. И действительно, уже в 18-м году был принят декрет о гражданском браке. Впервые в Европе давший женщинам право сохранять девичью фамилию. То есть уже чего-то они добились, да? А в 20-м году советская власть легализовала аборты. А в 26-м году для развода одному из супругов было достаточно просто отправить открытку в ЗАГС. Все, развелся. Представляете? Какая открытка. Просто открытку. Да, просто раз, все, и нет у тебя мужа. Интересно, во Ватсапу можно? Не было Ватсапа, я по секрету вам, Екатерину, скажу. Однако к 30-м годам ситуация с рождаемостью стала настолько критической, что процесс пошел у нас в обратную сторону. В 35-м году в СССР полностью прекратилось производство контрацептивов. Запретили аборты. И при этом именно с этого же 35-го года женщины были обязаны наравне с мужчинами работать на заводах и в шахтах. Вот так по-советски решались женские проблемы. В общем, палка госуправления нашего советского. То есть в шахту без контрацептива. В общем, эта палочка перегибалась, поэтому милые женщины наши продолжали борьбу за свои права и продолжают ее по сей день. Политические партии, женские, прямо... Ну, что я слышу вот в том, что Наташа говорит? Я слышу, конечно, что мы с вами рассуждаем на уровне индивидуум. Да, вот женщина, вот она работает, вот она хочет, вот она не хочет. Вот мужчина, вот он ленится или наоборот он работает. А есть еще страна, есть еще некие задачи, которые ставит перед нами общество, социум. И, конечно, когда, например, советская страна только образовалась, было важно, чтобы работников в стране было в два раза больше. И, конечно, стране было выгодно, чтобы женщины... Комансифировались. Комансифироваться, индустриализироваться. Естественно, один рабочий или два рабочих. С одного ты можешь получить выручку и прибыль, или с двух. Ну и, соответственно, да, пожалуйста, сколько угодно абонтов, ради бога, все что угодно. И заметьте, женщины работали в две смены. А вот дальше, Наташа... Они работали на заводе, а вечером еще дома. Да. Очень... Как зацепило тебя это слово. В молодой, развивающейся стране это было очень удобно. То есть мы говорим сейчас о том, что нами руководят еще и законы выживания популяции целой, человеческой. А вот, например, 35-е годы, и туда ближе к 40-м, ведь это предвоенные годы. А уже давно ученые заметили, что человек как-то чувствует приближение вот таких тяжелых, суровых годов жизни. И он как-то готовится. Ну, например, замечено, что больше мальчиков рождается. Замечено, например, что меняются некие правила, которые руководствуют распределение права и обязанностей между мужчинами и женщинами. Обратите внимание, что происходит. Запрет идет на аборты. То есть работать женщины должны так же, что вполне объяснимо в предвоенные годы, а аборты запрещены, контрацептивы запрещены. То есть как будто бы страна чувствует, что нужно много детей, да, рожайте, несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что сложно. Продолжайте рожать. Мы сейчас говорим о том, что мы некоторыми процессами не можем управлять. И дай бог на уровне самого себя научиться управлять вот этими силами, которые заставляют тебя или властвовать, или наоборот подчиняться. А уже говорить о том, чтобы управлять умами сотен или миллионов человек, здесь, конечно, приходится об этом только мечтать. И дай бог кто-то услышит хотя бы. Катя, я вот слушаю вот это слово управлять, уже не раз у вас, да, в монологе. И вот скажите, вот этот лозунг, что любая кухарка может управлять государством, вот как вы к этому относитесь? Мы перешли на вы, мне очень нравится наш новый формат. Мы эмансипируемся все больше даже внутри нашей группы. Ну, правда, я вот власть в нашей стране, не помню женщин. Кроме Екатерины Фурцевой, помните, у нас была такая министр культуры, все. Ну, в нашей власти, да. Ну, Марина хотела сказать. Я вот только, знаешь, что еще Наташа услышала во всей твоей речи, да, то, что ты как бы больше на стороне того мнения, что все-таки сила женщин послужила тем, что... Женщина засиделась, так сказать, правильно? Брюки надела и пошла в пляс. Быть такой вот угнетенной веками, я бы сказала. Я хочу сказать, что есть еще другое мнение на этот счет. Вот как говорят французы, да, шершеля фам, что в переводе означает «ищите женщину», и все-таки все начинается с семьи, да. И вот женское воспитание, женское воспитание, когда мамы воспитывают мальчика, может быть, это не полные семьи. Я пыталась найти вот какую-то историческую справку. Может быть, я, конечно, сейчас ошибусь, но я так прослеживаю в истории, да, что вот после войны, как раз-таки, когда мужчин стало меньше, мужчины стали на вес золота, получилась ситуация, что вот в семье, например, рождается мальчик, конечно же, все его любят, ценят, мальчик наш золотанчик и так далее, оберегает его от всех, так скажем, домашних дел, и в итоге, когда этому мальчику нужно жениться, вот они поженились, так? В итоге, ну что видел этот мальчик? Гвозди забивались дома сами, картины вешались сами, лампочки вкручивались тоже сами каким-то образом, потому что бабушки и мамы, мама, конечно, оберегали его от этого. И вот у меня даже у знакомой была ситуация, честно, вот хоть смейся, хоть плачь, как говорится. Когда они поженились, у них проблемы начались со второго дня. Банально будет звучать, с мусора. С мусора начались все проблемы. Просто дело в том, что в той семье, в которой вырос супруг, вообще было не принято, чтобы мальчик, мужчина выносил мусор. Вот казалось бы, да, такая мелочь. А в ее семье она даже вообще не рассматривала, не думала об этом, потому что у нее был старший брат, у нее был папа, который этим занимался. Потому что... Ну что же, вот вторая семья, кажется, нормальная, я в такой выросла. Представить себе девушку на каблуках в красивом платье с прической, с маникюром, которая очень так интересно идет в альяжной, выносит мусор, ну как бы в мировоззрении моей знакомой это было вообще неуместно. А, соответственно, вот эти вот взгляды столкнулись. Да, да, и в итоге это только с этого проблемы как бы и начались, соответственно, их было гораздо больше. То есть вот оно, женское воспитание, мужчина не готов к такому... Мариночка, ну вот ты молодая, наверное, очень, а я вспоминаю свое детство, и как раньше выносили мусор. Сейчас вот молодежь даже не может представить. Это было ведерко, с которым ты шел, ведерко. И как ты описаешь, как будто оно красивенькое такое было, да? Ну, знаете, у нас было красивенькое. Да, как-то, наверное, мама об этом думала. И его ты в мусорный контейнер переворачивал и высыпал содержимое. Никакого целлофана в то время не было. Никакого пакетика не было. То есть если бы вся эта ситуация была в то время, то таких бы проблем, наверное, не возникло бы, да? Может быть, да. Потому что сейчас, когда ты идешь с этим пакетиком, вот вообще не вариант. Это эстетично смотрится, мужчина, женщина, нет разницы. А раньше это было как-то не сильно красиво. И вот, например, у нас в семье тоже брат всегда выносил мусор, потому что мама говорила, девочке нельзя. Но мы еще продолжим обязательно общаться на эту тему после небольшой паузы. Я подумала, его увидев, несмотря на постоянный недосып. До чего же он хорош собой, удачи вам в себе уверен, а таки сукинцы. Я подумала, его увидев, как же бесконечно он достал меня. Почему его я не убила? До сих пор не понимаю, люди ведемая. Убежала бы куда-нибудь, да разве помогает переменам мест? Перемаловала десять раз, но снова понимала, что все-таки он цепь. Накрывала меня с головою аллая золотомая пелена. Летала с ним, а просыпалась со дна. И на лобное падение, и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелу и одежды. Все не просто в наших душах, нету черным перемешан. Мой бой твой удержать сможет, пока оттеки шар. И на лобное падение, и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелу и одежды. И когда мой милый мальчик побеждает мне сильнейший. Мой любовь твою удержать сможет только оттеки шар. Я подумала, его увидев, вынимая следы из слезы. До чего же он в себе уверен, я ему еще острою таки сутки на сын. Накрывала меня с головою аллая золотомая пелена. Летала с ним, а просыпалась со дна. И на лобное падение, и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелу и одежды. Все не просто в наших душах, нету черным перемешан. Мой любовь твою удержать сможет, пока оттеки шар. И на лобное падение, и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелу и одежды. Иногда мой милый мальчик побеждает мне сильнейший. Болью, боль твою удержать сможет только оттеки шар. И на лобное падение, и ни слова о дальнейшем. Друзья, мы вновь в студии. По-прежнему с вами Марина Орлова, Екатерина Трофимова и Наталья Генцуль. И пытаемся разобраться, почему сейчас так много бизнес, вумен, в чем причина в силе женщин или слабости мужчин. Звоните нам по телефону 200 ровно 2519. Высказывайте свое мнение, нам очень интересно его знать. Или пишите нам в WhatsApp 8938-165-107. Вот мы такую тоже интересную тему затронули перед тем, как ушли на музыкальную паузу по поводу женского воспитания. Здесь, конечно, Екатерина как психолог. Вот мнение твое очень интересно. Что именно? Когда женщины воспитывали мужчин, что из этого получилось? Ой, друзья мои, эта тема очень интересная, она классная. И вот если говорить про послевоенные годы, про послевоенное воспитание, то для мальчика очень важно было, послевоенные мальчики мужиками-то выросли, посмотрите, гораздо хуже было после уже, да, вот следующее поколение мальчиков. Вот там больше инфантилизма, там больше обабивания, ну если так вот выражаться языком тех, кто нам звонил. Почему? Потому что для мальчика важно понимать, что отец был героем. Мой отец был воином, мой отец погиб на войне, мой отец отдал жизнь за родину, мой отец любил мою мать. И даже если отец не смог быть рядом, показывать, как забивать гвозди, как это все делать, то мальчик брал на себя эти функции, он тащил, тянул. И вы знаете, сейчас мы сталкиваемся с новым этапом, с новой эпохой нашей жизни, когда действительно не обязательно уметь вкручивать лампочку, не обязательно уметь там, да, соединять провода и припаивать какие-то вещи. То есть и мы находимся в некоторой растерянности. То, что раньше было для нас однозначными критериями мужественности, и то, что однозначно говорило о том, что да, мужик растет, или наоборот, за мужика замуж вышла, то в настоящее время совершенно ни о чем не говорит таком, да, и человек, который вкручивает лампочки, может не приносить в дом ни копейки денег. Да, мне приходилось сталкиваться с ситуациями, где женщина восхищалась мужчиной, говорила, он все делает своими руками, бросала, значит, одного мужчины, уходила к этому, и выяснялось, что он-то все делает своими руками, потому что зарабатывает он настолько мало, что если он еще и руками своими ничего делать не будет, то это просто будет конец света. Ну а, соответственно, тот, кто ничего не делал своими руками, он зарабатывал столько, что ему не приходилось своими руками ничего делать. Поэтому здесь речь, конечно, идет прежде всего о формировании уважения к родителям, уважения к отцу, о формировании таких мужских качеств, как доброта, порядочность, ответственность, любовь, поддержка. И вот это прежде всего лампочки, на мой взгляд, субъективный взгляд, здесь я не как психолог, исследования по лампочкам я не знаю, надо почитать, ознакомиться, но мне кажется, что лампочки все-таки вторичные, можно договориться, кому выносить мусор, потому что когда встречаются две семьи, всегда разные уклады, всегда разные уставы у монастырей были. И да, вот в этом и состоит искусство притирки в том, чтобы договориться эти уставы соединить в один. А вот нам пишет Алексей в WhatsApp. Если раньше учитивый мужчина уступал место в автобусе, то сегодня высшее проявление вежливости уступить свое рабочее место. Но Алексея, да, наболело. Это современные реалии. Многие настолько из таких красоток заигрались в броне, танк, прущий, напролом без тормозов, что какой там мужчина, она его даже не заметит. Может, конечно, мысль и промелькнет в голове, что надо создать семью, но когда? Или возьмем, к примеру, карьеристок, после развода у которых весь Facebook и Instagram усеян фотографиями сына с подписью «Мой мужчина – самый лучший в мире». Это очень часто встречается. Я вот читала такую шутку, что когда женщины добьются полной эмансипации, они получат возможность целовать ручку мужчин. А почему все-таки мужчины боятся сильных женщин зачастую? Они их чем-то отталкивают, отпугивают. Они такие непристойные, неприступные. Кстати, замечали, да, если опыт собственной жизни, почему мы все время женщины удивляемся? Вот выйдешь в кроссовках, даже не выйдешь, выбежишь куда-нибудь в магазин соседний, в кроссовках, в каких-то там спортивных брюках, не накрашен, с хвостиком. Ну, это же вот как раз вот то, о чем мы говорили, да, чашка кофе на брюках. Немножко заляпанная, чуть-чуть растрепанная. И какая-то, наверное, вот своя, да, поближе. Ну, человек смотрит и думает, ну, симпатично так причесать, одеть, вот, и... И знакомиться. Да. А если в каблуках... Можно я одну умную вещь скажу? Мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти. Проще пользоваться теми, до которых можно опуститься. Ну, с одной стороны, с одной стороны, а с другой стороны. Вот я помню, у меня была одна подруга еще в школьные годы, которая очень в скромной семье жила, скромный был достаток. Ну, девочка очень красивая была. Выглядела очень хорошо. И она влюбилась в одного мужчину. И она... Ну, ей очень нравилось. И в конце концов, один прекрасный момент, он подошел с ней, заговорил. И ее поразила тогда одна его фраза. Она была ошеломлена просто. Он сказал, это ж сколько стоит так выглядеть? Ты смотри, разбирается. Да нет, дело в том, что она просто красивая была. Ей ничего не стоило так выглядеть. Но мужчины мысленно оценивают. А потяну ли я? Конечно. А если она вкладывает в себя большие деньги, хватит ли у меня денег для того, чтобы поддерживать? А то мимолетный роман обернется полным финансовым крахом. Да. Вот к этому хочу дополнить. Нашла тут интересную информацию. Американский сексолог Эдвард Мори провел исследование, согласно которому 70% опрошенных им респондентов боятся вступать в отношения с красивыми женщинами. 70%, девочки. Я акцентирую внимание. Это в первую очередь вызвано необходимостью постоянно соответствовать своим партнершам и страхом провалить подобное испытание, быть брошенными и осмеянными. Кроме того, многие мужчины следуют стереотипу, согласно которому очень привлекательные женщины могут быть меркантильными. Да, вот то, о чем мы говорили, да, мы обсуждали. Еще есть несколько причин, да, почему мужчины боятся красивых женщин. Страх быть отвергнутыми мы уже рассмотрели. Высокая конкуренция. Ну да, тоже мы говорили об этом, да. А, то есть высокая конкуренция. Мужчины воспринимают, что у такой женщины заведомо много поклонников, правильно? И с ними придется каким-то образом конкурировать. Да, на горизонте появится кто-то чуть более, чем ты. И все, дамочка упорхнула. А ты в нее уже вложился. Не дай бог. Не дай бог. Да, дай бог. Вот мне еще кажется, что многие считают, что красавица не может быть хорошей хозяйкой. Просто посмотришь на длину ногтей. Что же она там может? Мужчины, не бойтесь, сейчас такие ногти делают. Сейчас такие миральные машины. Можно делать все, да. А давайте песню послушаем. Журупная машина. А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольней высокой плюю на все ваши запреты. А я меняю тебя на тебя, на тебя, но другую. Добрую, нежную, верную, родную. Посты на вызбуке меняю на ощущения. На озарения, на вспышки, на супермгновения. А я меняю костюм и пиджак на пляжные шорты. И горы проблем своих на парочку шотов. А я меняю камень в груди на сердце жгучий. Что верит в лучшее, только в самое лучшее. Все грустные песни меняю на долгие годы. Свободы, свободы, свободы. И зиму я тоже меняю на вечное лето. И с колокольней высокой плюю на запреты. Люби меня. Люби легко. До неба далеко. Звезды высоко. Люби меня. Люби полегче. Объязвия сильнее. Поцелуй и крепче. Люби меня. Люби легко. До неба далеко. Звезды высоко. Люби меня. Люби полегче. Объязвия сильнее. Поцелуй и крепче. Люби меня. Люби легко. До неба далеко. Звезды высоко. Люби меня. Кому полегче. Объязвия сильнее. Поцелуй. Люби меня. Люби легко. До неба далеко. Звезды высоко. Люби меня. Люби полегче. Объязвия сильнее. Поцелуй и крепче. Люби меня. Люби легко. До неба далеко. Звезды высоко. Люби меня, люби полегче Объязвия сильней, а поцелуй крепче О чем же сегодня говорят женщины? О мужчинах, как обычно О мужчинах, как обычно, сказала Наталья Генцель Мы пытаемся на самом деле сегодня разобраться Почему сейчас так много бизнес, леди, бизнес, вумен Как только их еще не называют В чем причина, в силе женщин или в слабости мужчин 200 ровно 2519, номер прямого эфира Звоните нам, мы очень этого ждем Или пишите нам в WhatsApp 893-8165-107 Каблучники, вы можете уйти в ванну и набрать оттуда Мужчины, которые доминируют Вы можете позвонить прямо из центральной комнаты Женщины, бизнес, вумен Я шучу, конечно Мужчины, позвоните, расскажите Да позвонили же уже, Екатерина Уже есть телефон Ура, ура, ура Алло, здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Роман Ура! Да, очень приятно Здравствуйте Здравствуйте, ну расскажите нам что-нибудь интересное Интересное? Я так услышал, края муха То, что у вас обсуждают тему красоты Женской, все верно? Да, вот то, что мы говорим сейчас о том, что красивые Женщины отпугивают мужчин Правда ли это, Роман? Вы знаете, красота, она ведь разная Есть более-менее натуральная красота, да И если девушка ее подчеркивает Это смотрится, конечно, очень красиво А есть девушки, которые очень У них искривленное воображение красоты И они считают, что накачав губы Когда они такие, знаете, как уточки Уточки Мужчинам это не нравится, Роман? Давайте вот расставим все точки над «и» Вот эти вот уточки, они, ну, я могу сказать За себя, да, и за друзей, за своих друзей Ну, если честно, как бы мужчины это отпугивают Это им не нравится Роман, вы такой трус Вы что, никогда не целовали уточку? Уточку, да Здесь же дело не в трусости Здесь дело в красоте Уточку не очень хочется целовать Если это, конечно, не животное уточка Я, конечно, могу целовать Ничего, честно, честно Скажите, ну, вы целовали девушку с такими губами? Вы знаете, я целовал девушку с такими губами Но с натуральными Натурально оно по-другому То есть они такие пухлые, но натуральные Они, да, они сочные, не натуральные, не классные Вы бы видели сейчас взгляд Натальи Генцель Роман, не передать Не передать Полна информация теперь Вот, и еще Ну, я говорю, это про натуральные По поводу татуажа Еще девочки очень сильно перебарщивают В каком месте, просили? А брови, да Девочки, я очень прошу вас Не делайте толстые брови, как у всех Вот по городу пройдешься Такое ощущение, как будто у всех одно лицо А если еще в совокупности с губами уточкой Так вообще не просто Это вообще Особенно еще с фотографиями в туалетной комнате И где виден туалет Рома, вот скажите честно Вы хоть одной девушке сказали правду про губы? Ведь целые очереди косметологу стоят Одна за другой эти губы делают Потому что думают, что вам это нравится Они думают, что это нравится И не только девушке, даже бабушке Но страшно, но сказать Как-то мужчины стесняются сказать Девчонки, опомнитесь Вы знаете, я говорю больше про фотографии в туалете, конечно Про губыринги говорю Ну вот правда, как-то неловко сказать, да, девушкам Вот сейчас мы можем хотя бы отсюда Вы знаете, я просто привык говорить правду Если девушка, допустим, меня спрашивает Ну как? Я говорю, как мне нравится, как мне нравится Конечно, я стараюсь сказать ей так, чтобы ее не обидеть Но тонко намекнуть ей на то, что, ну все же это перебор Роман, то есть образ такой бизнес-леди вас не отпугивает? Если вы видите, что все натуральное, брови не толстые Бизнес-леди, конечно, меня не отпугивает Наоборот, привлекает Девушка должна выглядеть хорошо Но, в принципе, не бывает некрасивых девушек Все у нас красавицы Просто у каждого... Спасибо Золотые слова Да, единственное, конечно, то, что, ну, большая просьба По поводу вот этих вот новшеств новых Я вам просто скажу, Роман, Роман, вот слушайте Абсолютно тоже достоверная информация Сейчас уже, например, в Москве Мода на... Сдувать губы Сдувают эти губы Ура! Ну, да, что это еще не дошло Ну, ничего, дойдет Надо ходить, наверное, с иголкой или с насосом, чтобы их сдувать Главное, если женщины начали сдувать губы, чтобы мужчины не начали их накачивать Вот это очень важно Я думаю, что этого не будет Роман, спасибо большое Спасибо большое Вот действительно расставили все точки над «и» Ведь женщины, когда это делают, они же считают, что мужчинам это нравится Ведь они стараются угодить Конечно, мы вот с вами сидим и говорим Вот вышла я красивая, никто не обращает внимания А вышла я некрасивая, все обратили внимание А на самом деле, когда нам кажется, что мы вышли красивые Это еще не значит, что мы вышли красивые Просто вот эти вот Вышла как дура А идешь и думаешь, какая ты красивая сегодня И пока мы будем рассматривать брови друг друга и анализировать, все ли с ним нормально И делать комплименты Прервемся на несколько минут ФМ на Дону Реклама Привет, сосед! Как жизнь? Привет! Совсем плохо По кредитам просрочка Платить нечем Долг растет каждый день Что делать? Не знаю Стоп! Хватит терпеть произвол Единый центр защиты решит ваши проблемы по кредитам Наши специалисты помогут остановить рост долга Сократить или списать задолженность Защитить интересы в суде Звоните 204-03-03 Налоговые органы Ростовской области напоминают Если в 2017 году вы продали движимое или недвижимое имущество, находившееся в собственности менее трех лет, сдавали жилье в наем, оказывали платные услуги или получили другой доход, с которого не был удержан НДФЛ, до 3 мая вам необходимо предоставить в налоговую инспекцию декларацию о доходах Подробная информация на сайте www.3wnalog.ru и по телефону 8 800 222 22 22 Телефон рекламной службы FM на Дону 201 79 00 Донские кулибины О новых разработках ученых Ростовской области и о том, как они могут повлиять на жизнь нашей планеты. Слушайте в программе «Донские кулибины» по средам в 9.50 на FM на Дону Категория 12+. Животные Ростовской области Об обитателях донских лесов и степи, о самых редких видах животных и их повадках. Слушайте в программе «Животные» Ростовской области по понедельникам и субботам на FM на Дону Категория 12+. FM на Дону Димка, 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 Невидимка, где теперь искать, тебя не знаю. Димка, 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 Невидимка, я любовь другому обещаю. FM на Дону Ставим все как есть, разные скорости, но мы на одном пути, здесь в шаге от земли, пари мне весомости. FM на Дону Мир открывается для нас двоих, возьми меня за руку, веди меня по волгам, секунды тают плавая в любви, и небо в глазах твоих, когда рядом ты со мной говори. Обо всем самом сокровенном, о том, о чем мне принято говорить вслух, поговорим в ток-шоу «18 плюс» или о чем говорят женщины. Мужчинам слушать рекомендуется. Ну, действительно, мужчинам слушать рекомендуется. С вами по-прежнему Марина Оргова, Екатерина Трофимова, Наталья Генцева. Вы не поверите, но после звонка Романа они накрасили губы. Мы накрасили, все трое накрасили губы, я не знаю, как это повлияло. Да, наверное, это просто совпадение. Друзья, продолжаем мы сегодня пытаться разобраться, почему сейчас так стало много бизнес-леди. В чем причина в силе женщин или слабости мужчин? Вот нас, на самом деле, девочки, не поймешь нас женщин, правда. Вот когда мужчина решает связать свою жизнь с эмансипированной, сильной женщиной, помогает быту, становится таким вот домашним, хорошим, нам не нравится. Брутальные мужчины, порой, нам не нравится. Что нам вообще нравится? Мы разберемся в этом сегодня, да? Расставим все точки ноги. Чего хотят женщины? Чего, брутал или ухоженный? Сейчас наук знаю, давайте, ответы приходят. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? У меня Валерий. Валерий, рада вас слышать. Ну, я вот с вашим оператором разговаривал с девочкой. Вот, по-моему, вы там сильно все молодые девочки собрались. Вот комплимент такой мне, мне, мне. Мы такого не слышали, Валерий. Вот у меня один такой вопрос. Вы все говорите, там, деньги, бизнес-леди, все. А где любого? Где просто уважение человека к человеку? Там, к девочке, к женщине, к матери. Мальчика должен воспитывать папа, а девочку должна воспитывать мама. А вот мы сегодня говорим о том, что если папы нет, если вот так мамы, бабушки, няни воспитали вот такого мальчика-одуванчика, что делать? А почему папы нет? Ну, мало ли. Если вам так повезло, что у вас как бы все в порядке, то, наверное, не секрет, что у нас много таких семей, где мама одна. А потому что у нас уже, наверное, лет 20 последних замуж выходят или женятся только по расчету. А про любовь вообще забыли. Угу. Или нет, или я не понял. Валерий, да расскажите, как это в вашей жизни? Нам очень интересно. Мне 33 года женатый. Ух ты! Ух ты! Так, и расскажите. Я снова, конечно, любовь. Вот, ну, по голосу слышу. Да, девочки, поэтому я и спрашиваю, где же любовь и уважение? Вот расскажите, как вы нашли любовь свою? Как вы поняли, что это любовь? Что это ненавидно? И бывали какая-то корыльность? Я, наверное, в другом время воспитывался или рос, или не знаю. А кто у вас добытчик в семье? Кто у вас больше зарабатывает? Вы или супруга? Угу. Вы знаете, все время было как-то пазл. Ну, я как бы больше всегда. Но были такие времена, начала 90-х, где зарабатывала жена. А я, будем, с семьей занимался. Вот. И все было нормально? Вам было комфортно? Нет, было, знаете, как бы немножко обидно. Я понимаю, что я должен, мужчина, должен зарабатывать. Ага, вот опять эти стереотипы. Вы понимаете, что это временно? Да, это было временно, да. Поэтому искал, менял профессии, бросал работы. Поэтому я за 150, не буду говорить, сколько лет, столько поменял работ. Ну, как здорово, что в этот трудный период жена вас не оставила, а поддержала и работала сама. Валерия, ну, наверняка вам известны такие мужчины, которые, как бы, занимают позицию при женщине. Наверняка вам приходилось в жизни сталкиваться и с таким вот... Под каблучники мы их называем. Спасибо, Наталья. С чем сталкиваться? Ну, вот с такими вот. Под каблучниками. Да. Под, так сказать, каблучниками. Приходилось ли? Вы их понимаете? Понимаете? Мужчин? Да. У каких-то? У каких? Которые работать не хотят? Ну, которые не работают, а работать не хотят. Да, на постоянной основе. У женщин, которые живут с такими мужиками. Понимаете? Так. Не понимаете. А, не понимаете. Не понимаете. Вот мы тоже не можем понять. Вот что же все-таки держит? Что связывает? А если любовь? В смысле, любовь зла полюбишь и козла? Так что ли? Ну, вы же начали с любви? Вот она его любит. Вы начали расчета никакого? Нет, это не любовь. Так. Это можно говорить, что любовь. А просто элементарное уважение. Женщина пашет, сумки тянет. А он сзади идет, знаете, как это в этих, в Тегазе. Едет оксакал на осле. А сзади идет беременная жена. У него погранистик спрашивает, ты куда? Он говорит, а вот это, рожать везу. Понимаете? Ну, это же то же самое. Валерия, скажите, пожалуйста, а есть вот такая мысль, что в нашем современном обществе очень важно женщине быть замужем? И вот просто ради того, что она замужем, да. Вот ты замужем? Да. Неважно, что он не работает, что он ей не помогает, но она замужем. Вот социальный статус. Как вы считаете? Может ли он перевесить? Вы же поймите, что это, что значит замужем или замужем? Замужем или замужем? Вот именно. Замужем или замужем? Вот это две большие разницы. Спасибо вам огромное. Понятно, ваша позиция. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина позвонил в нашу студию. Спасибо, Валерий. Друзья, звоните нам еще. 200 ровно 2519. Вот очень радует, что очень интересное мнение. Я вот очень-очень хочу затронуть еще одну вот грань этой проблемы. Зачастую молодые парни встречаются с женщинами в возрасте. Это вот я как женщина в возрасте хочу вам сказать. Вот встречаются только из-за того, что последние имеют высокое положение. Ну, попросту сказать, много денег. Так. Ну, становятся... Ну, назови их альфонсами. Я же вижу, что ты хочешь. Да, становятся альфонсами. Я таких знала лично. Вот они готовы просто пасть к ногам дамы, чтобы получить какую-то материальную компенсацию, чтобы она ими восхищалась и благодарила их материально за прекрасно там проведенную ночь. И неважно, сколько на даме целлюлита, там, морщин. Ну, вот просто самец получает подарки, женщина получает комплименты и повышает свою самостоятельность. А я тебе хочу сказать, опять же, Наташа, что все люди разные. И есть молодые, как ты говоришь, ребята, которым действительно нравятся женщины постарше. И, возможно, там даже присутствует любовь, не только корысть. Угу. Возможно. Да, задумалась. Как понять, как понять. 21 на 2519 у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Жанна. Вот слышала разговор сейчас. У вас очень тема, собственно, актуальная. Ну, знаете, вот хочу сказать, да, по поводу, почему женщины стали такими сильными. Вот я могу сказать о своей жизни. Я была замужем. Вот. Какие были проблемы, в общем-то, в браке. Вот. Почему пришлось, собственно, разойтись с мужем. Потому что я... Вот что-то идет, какие-то моменты, да, вот надо что-то сделать, надо что-то решить. Он все время говорит, да, реши сама, сделай сама, сходи на рынок сама. Ну, и куча вот эта бытовуха. Прекрасная позиция, прям замечательная. Я ему говорю, я вот, я сначала ему говорила, почему ты не можешь сделать, а почему мы вместе не можем это сделать. В итоге все сводилось на меня, все, собственно говоря, в мою сторону так. И я подумала, ну, если я сама это все могу делать, зачем он мне нужен вообще? Вот тогда я его вычеркнула из своей жизни. Это был первый пунктик. Второй момент, то, что как бы, знаете, ну, вот, касаемо вот мужчин, в принципе, да, вот, какая-то проблема, очень часто проблема, да, упирается в деньги. Вот сейчас мужчина звонил, да, там какой-то такой момент звучал, ну, что-то, в общем, я слышала какой-то такой разговор по поводу того, что финансовая, да, сторона тут тоже имеет место быть. Если женщина, в общем-то, начинает больше зарабатывать или вообще зарабатывает и сможет понимать, что может себя содержать, а мужчина нет, а мужчина как-то не может понять смысл жизни, у него там депрессия, знаете, вот такое вообще, депрессия у мужчин бывает. Затяжная. Да, затяжная депрессия, и женщина все на себя взваливает, и вот она, ну, соответственно, у нее нет выбора. Вот когда-то мне муж, да, говорил, да ты не сможешь, да ты, что ты можешь. И когда я с ним развелась, да, элементарно даже, говорю, мне нужна машина. Говорит, да ты сначала научись водить, да ты сначала права получи, да ты сначала отходить. А голос у вашего мужа какой противный. Жанна, слушайте. То есть он у вас даже при разводе пытался отжать имущество, правильно я понимаю? Да, там, собственно говоря, знаете, смешная история, даже не хочу так говорить в прямом эфире. Речь просто о том, что... Жанна, можно нас просто сейчас мы вынуждены прерваться? Скажите только, ответьте на один вопрос. Как вы считаете, уже проанализировав вот вашу жизнь с вашим бывшим мужем, скажите, он был вот тем самым маменькиным сынком, как их называют? Ну, я думаю, что я бы так на 100% не сказала, но влияние какое-то все равно было у него, там, связь с космосом и не... О, господи, это еще хуже, чем связь с мамой. В настоящее время связь с космосом, это страшное дело, да. Спасибо большое. Очень жаль, что прервались. Обязательно мы обсудим этот звонок, да, прервемся на несколько минут, обязательно обсудим этот звонок. Если среди ночи встать на край окна, Если путь чуть-чуть, а потом до дна, Замолчать и вдруг запеть наперебой, Мой диагноз – любовь. Быстрыми шагами мерить тишину, Долгими ночами снова не усну, Постоянно думать лишь о нас с тобой, Мой диагноз – любовь. Сквозь стерни я летел тебе, Ведь до тебя, как до луны, Приклады все преодолел. Ныне будем вместе мы, Поцелуи под дождем, До свидания, ночи без сна, Мы все с тобой переживем, Вот так вот я люблю тебя. Вот так вот я люблю тебя. Если сложно удержаться от своих обид, Убегать, ну, знать обратно, Переход закрыт, Но пытаться подобрать к двери пароль, Диагноз – любовь. Замолчать и вдруг довериться вновь тебе, Взять перчатку, подорвать, Закрытую дверь, И уйти в одно мгновение, Забрав с собой свой диагноз – любовь. Сквозь стерни я летел тебе, Ведь до тебя, как до луны, Приклады все преодолел. Ныне будем вместе мы, Поцелуи под дождем, До свидания, ночи без сна, Мы все с тобой переживем, Вот так вот я люблю тебя. Сквозь стерни я летел тебе, Ведь до тебя, как до луны, Приклады все преодолел. Ныне будем вместе мы, Поцелуи под дождем, До свидания, ночи без сна, Мы всё с тобой переживём Вот так вот я люблю тебя Вот так вот я люблю тебя Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы вновь в студии Да, что-то в этом есть, сказала Наталья Генцель И также ещё с вами Марина Орлова Екатерина Трофимова Жаркие у нас дебаты 200 ровно 2519, номер прямого эфира Звоните нам, у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Михаил Очень приятно, Михаил Чем хотите поделиться? Ну, вот вы затронули вопрос Что женщина старше мужчины Да Да, я познакомился Ну, женщина в возрасте На 10 лет разница у нас Но, как Вместе мы пришли к бизнесу И сейчас она стала бизнес-леди Что-то изменилось в вашей жизни? Ну, как Я стал домохозяйкой Какая прелесть Боже мой Полон оптимизма У вас друга, нет? У вас очень счастливый голос У вас очень счастливый голос, Михаил Расскажите Что вам? Ну, всё Просто руководить предприятием А я теперь дома Так Как вам? Вам комфортно? Скажите Не скучно вам там дома? А дома не бывает скучно? Радио слушаю Все новости знают Радио и ФМ надо Ну, только и слушаю В общем, вы двумя руками Заэмансипированных женщин Бизнес-леди Правильно я поняла? Ну, она вот Ну, просто Почему вы говорите Вот женщина без мужа Вот она, да Она была без мужа Я знаю ещё одну знакомую Которая тоже говорит Вот Миша, я хочу выйти замуж Говорит Найти нормального человека У меня всё есть Гостиница есть Всё есть Бизнес есть Ну, а человека нету С которым я могу поделиться С которым я могу Вот прийти и сказать Который просто ждёт дома Который даже хотя бы дома Или хотя бы какие-то Её проблемы решил Ну, конечно Да, Михаил Ну, а вы вот Поглядываете там На молоденьких Ну, бывает Почему бы нет Но не хочется Так хорошо Без целлюлита Без, что-то там Лишнего веса Бывает Да, так вот Да сейчас женщины Так выглядят Екатерина Ну, это да Нет, просто Наталья Нам рассказала Что, говорит Если старше Это значит Целлюлит Лишний вес Вот я себе Да не значит Наталья Я отталкиваюсь от этого Ну, я-то о себе Поглядываю Но я так понимаю Что вы цените то Что у вас есть Правильно я понимаю Что меня отшила На мыло Отлично Мы просто Михаил Вы знаете Мы рады за вас Потому что Вот слышится Что все у вас хорошо Вы действительно Полны оптимизма И если вы слушали Наш эфир Я рассказывала Как раз таки Про своих знакомых У которых Замечательные Семьи Любовь Гармония Взаимопонимание Они действительно Счастливы Вот Смотришь на них Они счастливы Они любят друг друга Да, да Мужчина домохозяин Ну и что Да, женщина работает Ну и что Ну хорошо Я могу тоже пойти работать Надо я пошел Поработал Что-то сделал Что-то дома сделал Потому что частный дом Все время делается Что-то своими руками Так приятно Когда побеждает Здравый смысл Вот хочет женщина работать Работает Хочет мужчина Сидеть дома Пускай занимается Конечно Главное Чтобы этот мужчина Оказался мужчиной Рыцарем Помогал ей Где угодно Он может помогать ей Материально Может помогать ей Дома Любовь Вот она Любовь Вот все-таки Как ни крути Звоните нам Еще есть время Или пишите нам Ватсап Что мы не обсудили Наталья Я вот очень-очень хочу Такой вот привести пример Вот если собрать в кучу Мне так кажется Эмансипированных женщин И предложить каждой Представить на секундочку Что через неделю Она встретит Настоящего мужчину Рыцаря Который физически Психически Там как угодно По всем качествам Сильнее ее Благороднее Выше И он скажет Дорогая Я тебя люблю Бросай все И иди за мной Я уверена Что большинство пойдет Вот к черту И в эмансипацию И в феминизм Вот если он скажет Люблю Вот женщина Мгновенно Я не согласна Я не согласна Я вот как раз Хочу возразить И основная проблема Женщин Которые к психологу Приходят Вообще Клиентская Так сказать Группа Психолога Состоит из женщин Состоявшихся С несколькими Образованиями С бизнесом И Ну и просто еще Никто не сказал Дорогая Я люблю тебя Именно эти женщины Они находятся в поиске Им очень сложно Найти и выбрать И как правило Именно эти женщины Находят мужчин Которые потом Их не устраивают По социальному уровню Или по достатку Конечно Когда у тебя все есть У тебя критерии другие И мы здесь Сталкиваемся С такой проблемой Когда Ты Больше зарабатываешь Когда Ты Выше По социальному статусу То соответственно Ты управляешь ситуацией Ты держишь руку на пульсе Ты решаешь Быть отношением Или не быть Ты можешь сказать Пошел вон отсюда Или вернись Или останься Или зайди Или выдели Или яичницу Или глазунью Или Пофе в постель Или Не буди меня сегодня До полудня Как говорил один мой знакомый В полуденный сон Мне приснилось То-то и то-то Группа просто Ликовала От счастья В полуденный сон Исполнем Ну так вот И именно Вот это желание Контролировать И управлять Движет Женщиной В выборе Мужчины Именно Альфонсо Вот того типа О котором говорила Наташа Мужчины Который будет Под каблучником Будет подчиненным Именно желание Именно желание Управлять ситуацией Потому что Больше всего На свете Это сильная женщина Боится быть Брошенной Ненужной Именно потому Ей надо так много Власти и контроля Чтобы чувствовать Что ее не бросят Все-таки Как хочется надеяться Что не только Альфонсом И под каблучником Нужны эти сильные женщины Конечно Что нормальные мужчины Тоже Им приятно Общаться С нормальной Самостоятельной Женщиной Да А я хочу другое сказать Очень нужны Этим женщинам Должны быть они сами Потому что Если задать им вопрос Что было в их детстве То скорее всего Мы узнаем Что был развод родителей Был ли скандал Были ссоры Было ощущение Брошенности Ненужности Было ощущение Проигранной конкуренции И поэтому Они пытаются Это наверстать И конечно Путь к счастью Лежит через любовь К себе И тогда не важно Какой мужчина Рядом с тобой С каким достатком Главное Это любовь Знаете Одна моя знакомая Очень-очень красивая Когда Она очень долго Не могла выйти замуж Не то что не могла Не хотела Потом в один момент Я узнаю Что она вышла замуж Я говорю Почему в чем секрет Он говорит А все меня спрашивали Ты выйдешь за меня замуж? А говорит Появился он И сказал Ты выйдешь за меня замуж Друзья У нас телефонный звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Иван Николаевич Очень приятно Геннадий Николаевич Я звоню из одних северных районов Ростовской области Я просто хочу вернуться к теме Красивые жены Возможно или нет Вернуться к этой теме? Конечно Возвращайтесь Ну вот я что хочу сказать У меня жена очень красивая Стройненькая Я когда вернулся из армии Поступил в одно из учебных заведений Ну и там с ней познакомился И вот мы уже 34 года прожили У нас двое детей Четверо внуков И я никогда у меня мысли не было такой Друзей у меня много Собираюсь раньше в компаниях И чтобы какие-то подозрения были Что вы говорили Могут увезти там Красивую женщину Никаких даже Понимаете? А не боялись вы на ее фоне Как-то бледно выглядеть? Нет Я наоборот гордился ей Какой вы молодец И сейчас горжусь ей До сих пор Ей 53 года Я до сих пор Она бабушка четырех внуков И сейчас до сих пор Как смотрят на меня товарищи Завистью Что у меня такая жена Такая красавица И такая Ну как и бабушка И жена Она очень отличная женщина Я ей очень доволен Ой молодцы какие На долгие годы вам счастье И в этом есть ваш большой вклад Геннадий Николаевич Ведь понимаете Вы же ее поддерживаете Вы постоянно ей Наверное говорите Ты моя красавица Моя красавица Моя красавица Это так же как Это так же как можно Красивой женщине внушить Что она лягушка Вот как сказала мне тоже Одна моя знакомая Она сказала Если два года говорить Человеку Что она лягушка Она заквакает У меня есть такая подруга Которая красавица Но она просыпается утром Смотрит на себя в зеркало И говорит Боже какой я урод Вот я В каком бы виде не проснулась Смотрю в зеркало И первое что я говорю Какая красавица Представляешь как повезло Супруге Геннадия Николаевич Очень Очень На три года старше ее Вот мы По сей день живем И Дай бог Дай бог Дай вам бог Геннадий Николаевич Спасибо вам большое За такой вот теплый Теплый звонок Ну что Девочки Будем подводить итоги Подводим А хочется еще конечно Говорите Говорите Столько не сказанного Столько не сказанного Мы так и не разобрались Чего же хотят женщины Но Как Такая интересная идея Мы можем как-нибудь сделать Это темой нашего эфира Вот У меня сегодня такая Очень Понравилась мысль Про мужчину домохозяина Вот Давайте подумаем И может быть Вот эту тему как-то Обязательно В отдельное обсуждение Вынесем Ну что Подводим итоги Наверное нашей программы Вы знаете Столько всего Мы сегодня обсудили Столько было Интересных звонков Интересных мнений И Начинаю наверное Этот эфир С той же мыслью Вернее заканчиваю С которой начинала Я не зря сегодня Сказала про своих Знакомых У которых все хорошо И гармония И взаимопонимание Мне кажется Эмансипированная женщина Не эмансипированная Бизнес-леди Бизнес-вумен Не важно Даже стерва Как там по-русски Мы говорим Если Мужчине Это нравится И опять же Даже если он домохозяин И ему это нравится И никого Это не смущает В их вот Маленьком союзе Между собой Не надо слушать Вообще Никакие Посторонние мнения Да, у нас стереотипы Ну куда мы от них денемся Но Замечательно Здорово Так что Любовь и взаимопонимание У меня стихи сегодня Так Как хочется быть слабой Беззащитной Вдруг беспричинно В обморок упасть И на груди усиленного мужчины Поплакать и пожаловаться В сласть Не мчаться ранним утром На работу В потоке пешеходов И машин А погрузиться В сладкую дремоту Заботясь об отсутствии морщин С любимым выйти Хрупкой недотрогой И выглядеть Как ангел воплоти Случайно подвернуть На шпильке ногу Чтоб на руках Он мог тебя нести Забыв уроки Всех эмансипаций Открою я мужчинам Наш секрет Мы тоже можем Слабыми казаться Но времени у нас На это нет Екатерина Мне хочется сказать Что конечно Мужчина должен быть сильным Но что считать Мужской силой Решает каждая женщина Для кого-то Сила в доброте Для кого-то Это в мускулах И для кого-то Важно Чтобы мужчина Был добытчиком Важно Дорогие женщины Понимать только одно Мужчина не может быть Силен всеми силами Сразу Где-то Вы столкнетесь С его мужской слабостью И я надеюсь Что у вас Хватит любви Для того Чтобы принять его Целиком и полностью И сохранить отношения На долгие-долгие годы Ну и пришли мы В итоге К любви Что на самом деле Радует Ну что ж Друзья Сегодня мы с вами Были два часа В прямом эфире Надеемся Что сумели мы Разобраться В этой теме Во всяком случае Если вдруг Мы этого не сделали А вы нам Подсказывайте Свои идеи Обязательно Звоните нам В следующий раз Также по телефону 200 ровно 2519 Мы услышимся С вами ровно Через две недели Подумайте За это время И звоните Со своими Интересными идеями Ну что пришло время Прощаться С вами были сегодня Наталья Генцель Екатерина Трофимова И Марина Орлова Всего доброго До свидания